Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказал, что так? Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». И еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Встретились, поговорили». Сегодня мы встречаемся, говорим, но встречаемся, разумеется, виртуально, потому что сидим все по своим домам, по рабочим местам. Ольга Троицына, коуч. Добрый день. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. С Новым годом. С Новым годом, с новым счастьем. И вот после, может быть, таких потоков у нас утренние эфиры были достаточно, ну, скажем так, про развал отрасли туризма, про, ну, хоть, может быть, более-менее с каким-то надеждой на лучшее, но, тем не менее, так достаточно грустная ситуация сейчас выглядит. И про опросы СКДС, которые показывают, что люди потеряли, ну, доверие и к политикам, и очень чувствую, вырос уровень агрессии. Вот об этом, кстати, тоже говорят данные СКДС. Там есть такой провокационный вопрос, хотите ли вы расстрелять тех, кто вообще виновен, вот вы считаете, во всех бедах. И вырос процент, очень резко вырос процент. Ну, вопрос вроде бы шутливый, но вот мы специально связывались с главой СКДС. Он говорит, что это сделано для того, чтобы замерить уровень агрессии в обществе. И вот это вот свидетельствует тоже вот о том, что уровень агрессии в обществе возрастный. Я думаю, что это мы и видим и по комментариям в соцсетях, и по настроению, в общем-то, который царит вокруг. Но, тем не менее, вот как найти позитив в любой ситуации, даже, может быть, которая кажется грустной в наше такое ковидное время, и проблемы-проблемы, даже не хочется опять перечислять все эти проблемы. Но, тем не менее, вот вдохнуть, выдохнуть и пытаться жить дальше, искать что-то хорошее, даже в том, что вот нас окружает. Да, я знала, что тема будет у нас сложная. Наверное, самая сложная сейчас очень просто говорить про проблемы. Это прям, наверное, самое классное. Если бы мы сейчас стали про какие-нибудь налоги, изменения, про закрытие бизнесов, это можно говорить бесконечное. Мы сделали такой запрос на позитив вот в это вот мутное время. Но я подготовилась, я подготовилась, я подготовила какую-то информацию, которую я знаю, исходя из обучения, какое-то больше теоретическое. Но я решила начать, наверное, с себя в данном конкретном случае, чтобы я не просто была вещателем каких-то, ну, в общем-то, наверное, всеми известных вещей, о которых я потом буду говорить. Как же увидеть этот позитив, чтобы я не просто говорила по какой-то прочитанной книжке или это будет выглядеть, как будто я говорю по книге. Я, может быть, расскажу про себя, да, то есть как я живу, как я к этому пришла и как я все это воспринимаю. Что касается меня, у меня, я 20 лет в бизнесе, у меня 15 лет была своя компания, бухгалтерская, я финансовый консультант. В общем, знаю о бизнесе довольно много и о налогах, и о финансах. То есть я не просто коуч откуда-то из космоса, да, прошла курсы и работаю теперь с клиентами. То есть я вполне себе, как я говорила, что бухгалтерский бизнес – это тот, который, в общем, наверное, ближе всего к земле и уже теперь под землей. И все, что там происходит, то есть это не аналитика, это не финансовые директора, это реально бухгалтерия. То, с чем мы сталкиваемся. И 15 лет я была в этом. Я закрыла свой бизнес ровно год назад, по сути. И я его закрыла сама, добровольно, со слезами. Это было больно, но я приняла это решение до коронавируса. То есть я это сделала как раз январь-февраль прошлого года. Я сделала это по определенным причинам. Во-первых, у нас такое законодательство. Мы не будем о проблемах, но, по сути, проверки СГД бухгалтерских фирм наложили свой отпечаток. Я все это прошла, проанализировала, я поняла, что я не хочу повторения. То есть это было сознательное решение. Для меня этот кризис, который вот сейчас переживают все эти бизнесы, я его, наверное, пережила полтора года назад, когда у всех еще все было хорошо. Когда все бежали вперед, зарабатывали деньги, бизнесы были, заводы были, все было классно. Мне было плохо, потому что я расставалась с тем, во что я вложила всю свою душу на протяжении 15 лет. И когда наступил коронавирус, к этому моменту моя, так скажем, апатия прошла, и я поняла, что надо что-то делать. Что можно еще долго ходить, можно долго рассказывать, можно долго переживать о том, почему так произошло, почему я больше не хочу заниматься этим бизнесом, тем, чем я занималась, то, что я умею, могу, делаю это хорошо, и мне клиенты за это платят деньги. То есть не коронавирус, не государство, не внешние какие-то факторы, то, по сути, это я приняла это решение. И потом встал вопрос, что же я хочу делать дальше. И тут мы, наверное, и относительно меня, и всех остальных людей, это же главный вопрос, чего мы хотим. То есть все мы знаем, что как раньше уже не будет. Может быть, еще остались те люди, которые надеются, но не будет. И чем быстрее мы это примем, и чем быстрее мы выстроим систему понимания, что же мы хотим теперь от этого будущего. И вирус закончится, вакцинация. То есть к лету, по сути, это устаканится. А что будет потом? Что мы будем делать все в июне? Каждый из нас. То есть кто-то будет строить новые бизнесы, потому что у них вот это вот, не знаю, ген предпринимательства, он настолько сильный, что они не могут не делать бизнес. Они найдут все равно ресурсы, они найдут финансы, они будут отстраиваться. В этот новый бизнес они будут брать новых людей. И вот вопрос, каких людей. Чем эти люди занимались все это время, практически год, пока был карантин? То есть они печалились, грустили, смотрели сериалы, кушали попкорн, либо они вкладывались в себя. Я знаю, что те, кто вкладывались, их мало. Хотя об этом говорили уже в прошлом году в марте, что, ребята, все это надолго. Давайте подумайте, давайте учиться. Есть огромное количество онлайн-информации, каких-то книг. Давайте вкладывайте в себя, пока есть такая возможность. Потому что рано или поздно потенциал накопленный, он не может не проявиться. И у вас будет возможность проявиться. И вот сейчас мы видим, что уже в июне кто-то сможет проявиться. Кто это будет? Большой вопрос. В каком количестве эти люди? Что это будут за новой командой? И вот этот условно не позитив, а, наверное, принятие ситуации такой, какая она есть. Надеемся на лучшее, готовься к худшему. И мне кажется, вот это вот просто посмотреть правде в глаза – это уже много. Не жить в каких-то там сверхожиданиях, в сверхфантазиях, что что-то там происходит. А просто посмотреть и себе сказать, что да, там, моя отрасль, вот она погибла. Или там, туризм. Вот он такой. Он не восстановится ни в июне, он, может быть, через год восстановится. В тех где-то объемах каких это было. Что я буду делать сейчас? Что я хочу делать сейчас? И самое интересное, что мы уже тоже затрагивали эту тему. У нас у всех есть какие-то нереализованные мечты с детства. Чаще всего это относительно нашей профессии. Что бы мы в этой жизни хотели сделать или попробовать? И почему мы этого не сделали? В силу возраста уже нам кажется, что поздно. Мы говорили, там, идти в медицину, да, когда тебе там 40+, но какой-то врач-хирург, да, но можно быть около медицины. То есть, и мне кажется, этот год, который был, и вот сейчас еще осталось там условно полгода, а не на то, чтобы мы нашли себя, и сейчас есть возможность начать отстраиваться, да, получать какие-то новые знания. То есть, можно, конечно, дополнять существующие, да, если как у меня была бухгалтерская фирма, конечно, я могла этот год еще больше изучать бухгалтерию, налоги и там начать какой-то новый бизнес. Я просто не хочу. У меня было выгорание уже, да, профессионально за 15 лет. Но это можно делать, да. И вот позитив же он, если мы про работу, он в этом, когда мы видим, что у нас работа есть, она стабильная, да, есть какой-то, есть даже не то, что стабильность, есть возможность роста, когда нас на этой работе ценят. Это очень важно, потому что если мы работаем, даже получаем деньги, но нас не ценят, мы это тоже начинаем очень быстро воспринимать в негативе, да, потому что чего-то не хватает какого-то признания. Но вот если человек находится в таком действительно творческом поиске, вот он не знает, ну то есть он понимает, что старое все рухнуло, а новое вот, у него есть какие-то таланты, должен ли это быть человек со стороны, который может быть, ну, холодным, трезвым взглядом может оценить? Ты знаешь, вот мне кажется, что вот из всего тебе бы стоило попробовать себя вот в этом, потому что человек может метаться, колебаться, у него есть, я знаю, сколько угодно людей, я сам помню, что я метался между техническим и гуманитарным вузом, я не мог понять, к чему у меня больше склонностей, заняться математикой, программированием как отец или, опять-таки, заняться историей, к чему вроде лежит душа и хочется заниматься. Но тут, смотрите, как это было у меня, и, в принципе, я вижу, как это происходит у большинства, можно, безусловно, брать себе человека, наставника, ментора, коуча, как угодно, да, который поможет быстрее и эффективнее в этом разобраться, но тут история какая, пока ты сам не попробуешь, тебе никто со стороны не скажет, что тебе больше нравится, то есть в любом случае ты должен, вот как у детей, есть день теней, да, когда они приходят на работу, и день, они находятся вместе с специалистами разных областей, и за этот день они понимают, потому что все, и мы, да мы все, мы все романтизируем, да, какую-то будущую работу, то есть если это врач, мы романтизируем, да, это как это будет, а на самом деле будни, они совсем другие. И тут то же самое, если у вас есть несколько направлений, вообще, мне кажется, вы счастливчик, да, то есть у многих ни одного нет направления, они не знают, куда идти, если вы хотите и то, и другое, пятое, десятое, значит, нужно составить план и попробовать все наиболее эффективным способом, там, один день, или пройти суперобучение, потому что сейчас тоже этих онлайн-курсов, я знаю, у меня очень много и клиентов, и друзей проходят эти онлайн-курсы, и к середину курса они понимают, что это не их, но очень здорово, что они начали в это погружаться, и теперь уже вопрос, как я всем всегда говорю, доведите до конца, получите этот диплом, положите на полочку, но вы будете точно знать, что это не ваше, да, и так же, как и я там в своих направлениях, я тоже методом условно тыка пробую, то есть вот эта тема моя, это не моя, да, там, бизнес-коучинг мой, например, там, коучинг отношений как таковой, ну, не мое, да, и я чувствую, что, ну, есть люди, которые гораздо больше могут в этом дать, ну, как коучи, да, зачем мне бежать и пробовать все, то есть в любом случае надо пробовать, но для этого надо начать углубляться и читать по этой теме что-то, и если ты видишь, что тебя зажигает эта тема, что ты хочешь чем дальше, тем больше поглощать информацию на эту тему, да, значит, это точно твое, и нужно идти в этом направлении. Ну, вот эти курсы ведь тоже, они сейчас, наверное, много курсов было, во всяком случае, бесплатных, но что-то сейчас платное, и вот люди могут испытывать сомнения, вот действительно ли я потрачу ли я деньги вот с толком, или они просто будут выброшены на ветер, а вдруг я, ну, вот это тоже ведь момент, наверное, который удерживает, может быть, людей, не только время. Ну, знаете, мы вообще все хотим гарантии, давайте заметим, мы все всегда хотим гарантии даже сейчас, когда никто не может нам гарантии дать даже относительно того, что с нами будет завтра, мы там заболеем, не заболеем, то есть эта история прилетает, каждому там рано утром встал, и вот тебе, пожалуйста, да, и все равно мы пытаемся вернуться в тот мир, где нам кто-то что-то мог прогарантировать, да, но у нас в детстве только родители могли гарантировать завтрак, обед и ужин, мне кажется, это единственная такая стабильная была история, да, больше нету этих историй, и гарантировать, что я потрачу, я в прошлом году потратила очень много денег и скажу, что большая часть не туда, но я попробовала, это мой опыт, да, и я своим клиентам всем говорю, которые тоже пытаются очень так аккуратно как бы распределять свои ресурсы, даже не только денежные, но и там временные, да, и какую-то энергию, но в любом случае наш негативный опыт, это как раз и опыт, если у нас все всегда получается, да, у нас опыта нет, мы едем как бы по накатанной, у нас все здорово, чтобы не попробовал везде все здорово и деньги, и это не опыт, опыт приходит только через вот такие вот методы проб и ошибок, да, и в принципе мы все к определенному возрасту являемся таким комплектом, коробочкой опыта, да, и чем больше опыта, тем лучше мы специалисты, потому что чем больше мы потеряли, проиграли, от чего-то отказались, тем дороже мы стоим, потому что мы можем сэкономить деньги своему работодателю, да, то есть потому что на нас уже научился кто-то другой, какой-то другой работодатель, да, потому что когда мы в 20 начинаем работать, мы, из дня из заслана косячим, с утра до вечера нас терпят, потому что мы молодые, люди нас обучают, да, там в 40 лет никто нас не будет терпеть, если мы будем постоянно ошибаться, и поэтому в 40 лет наша условно зарплата немножко больше, чем в 20, потому что мы приходим уже с определенным опытом, и вот это вот попробовать курсы, главное, как потом этот опыт использовать, а использовать можно всегда, да, то есть не просто попробовал, не получилось и задвинул, а что ты из этого можешь вынести, да, то есть как ты можешь своим опытом помочь другим, да, чтобы они, например, так не делали. Но ведь есть опыт получения не просто новой профессии, а новых навыков, которые могут помочь в разных профессиях, то есть я имею в виду, например, опыт работы с Экселем, там, опыт работы с какими-то программами, которые, ну, например, со звуком, с видео или еще что-нибудь, это как будто бы это не профессия, но вдруг вы окажетесь в какой-то там ситуации, когда вот именно этот, при выборе двух кандидатов, а я еще умею вот работать там-то и там-то, это окажется решающим и выберут именно вас. А тут, знаете, очень интересно, у меня как раз тоже был опыт в конце прошлого года с этим, да, тут все зависит от скорости, я тоже стала на эту тему думать и анализировать своих клиентов, то есть если вы делаете то, что вам нравится, и вы осваиваете это очень быстро, вы же чувствуете, насколько быстро к вам там заходит информация, тот же самый Эксел, значит, учитесь, добирайте этих знаний, и значит, они вам пригодятся. Если вы будете через мучения, тратив огромное количество времени, бедное этот Эксел осваивать, вы потратите время, вам уже априори эта история будет не нравиться, да, потому что, ну, потому что у вас не получается, это же очень просто, да. И если вы придете и скажете работодателю, да, я знаю Эксел, но я его терпеть не могу, я его там месяцами мучил, 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 а рядом будет кандидат, который как бы тоже формально знает, он скажет, давайте я вам сейчас табличку сделаю за 5 минут, я там все понял, у меня там все красиво страивается, зачем это все? То есть получается, вы продаете тот навык, которого у вас нету, и вы постоянно будете чувствовать на этой работе себя дискомфортно, да, чем если вы придете и честно скажете, вы знаете, это не моя сильная сторона, это не мой самый лучший ресурс знания этих таблиц, я знаю другое. Например, я там супер в коммуникациях, да, я могу там что-то продать, но вам будет проще, то есть я могу продать на миллион, но возьмите финансовую там аналитика на небольшую зарплату, которая за мной будет просто эти цифры там анализировать, да, и выдавать вам какие-то отчеты, потому что сейчас же все бизнесы и все работодатели, они тоже за честность, потому что же очень часто мы себя продаем наилучшим образом, да, а потом мы не можем это показать, мы не можем реализовать все, что мы продали, и плохо всем, то есть работодатель теряет деньги, время и потом разочарование, да, работник тоже постоянно боится, что ему там заставят, например, говорить на английском языке на переговорах, потому что он заявил, что он знает английский язык, и перед переговорами он сидит, трясется, у него там приступы паники, да, потому что он на том уровне, то есть вот, и вот в этой, в постоянном, в таком сложном мире, когда мы хотим больше, но мы не совсем этому соответствуем, вместо того, чтобы развивать свои суперсильные стороны и в это вкладываться, да, если нравится музыка, вот это и развивай, да, и у тебя будет своя ниша, у тебя будут свои там работодатели, свои клиенты, которые это оценят, да, и вот тут тоже как раз вот коучинг, наверное, менторинг очень хорошо поможет, да, именно сделать правильный фокус. Ну вот, Вол, получается, что вот эти знания, они дают уверенность в завтрашнем дне, и вот как раз могут поправить какое-то душевное спокойствие, если, ну, человек испытывает тревогу по поводу будущего? Ну, безусловно, я, например, в этом, ну, в прошлом уже году я осваивала Инстаграм, да, то есть я до этого была пользователь-наблюдатель, как мы все, когда ты открываешь соцсеть, красивые картиночки, да, красивые платья, ты посмотрел, кто-то под пальмами, да, и в прошлом году я освоила Инстаграм как рабочий инструмент, то есть я дошла даже до таргетинга и чего там только не было, мне было интересно, как это работает, как эта платформа продает, вот как она помогает в бизнесе, и каждый день я на эту тему читаю, но я смотрю, что со мной, например, кто-то начинал учиться, а им это неинтересно, то есть им это сложно, им этот Инстаграм не заходит, они его не любят, например, так, как люблю его я, я люблю визуал, и я понимаю, что это моя, ну, классная тема, в которой это совершенно никак не связано с бухгалтерией, мы это тоже понимаем, да, и я не буду маркетологом, да, и скорее всего у меня пока нет планов открыть там свою медиа-агентуру для того, чтобы помогать людям Инстаграм продвигаться, но это то, что мне очень нравится, и оно как минимум помогает мне, это знание, да, и это меня и держит, и я его не планирую пока монетизировать, да, но главное, что я горю этой историей, да, это как вот программисты, кто-то просто программирует, да, а кто-то горит программированием, он может там 24 на 7 сидеть в каком-то проекте, и, конечно, если мы сравним одного и второго на рынке, да, возьмут того, кому это нравится, кто там приносит какие-то свои идеи, а не тот, кто формально умеет тоже программировать. Ну, и вот говоря про все-таки позитив, как найти вот этот позитив, если, ну, ищешь то, что тебе нравится, ищешь, пытаешься найти какие-то вот эти свои сильные стороны, но в то же время вот сидишь и видишь, как копятся там неоплаченные, условно говоря, счета, и это тоже, ну, вот начинает давить, и вот, ну, вот это боишься пройти тут, условно говоря, точку невозврата, то есть, ну, если есть какие-то накопленные деньги, вот человек может быть, да, вот я буду идти к этой цели, но его грызет червячок сомнений. Если я ошибусь, то есть вот я истрачу вот этот накопленный жарок, и в результате я все-таки не получу этой профессии, которая мне поможет выбраться, и мне нужно будет начинать все сначала, вернуться в прежнюю точку, только в худшей позиции. Ну, тут, наверное, такой ответ сложный может показаться, но нужно менять мышление. Это то, к чему я тоже пришла в конце прошлого года, и тоже сейчас прохожу курсы и читаю огромное количество книг на эту тему, потому что если мы хотим что-то изменить, у меня даже вот любимая моя фраза, нужно что-то менять. То есть, если мы понимаем, что здесь и сейчас мы в той ситуации, в которой есть, вот у нас счета копятся, вот мы там чего-то боимся, мы не можем на этом же уровне решить эту проблему, потому что с этим же мышлением, с этой философией, с этой логикой, да, мы будем идти и так же в завтрашний день. То есть, нам нужно менять что-то, нужно убирать какие-то определенные страхи, нужно над ними работать, соответственно, не нужно бояться, потому что любые растраты – это инвестиции, да, инвестиция в себя. И даже если вы потратите в эти курсы 50-100 евро, вы в себя их вложили, да, вы не отдали в какую-то мультилевел-систему, да, в которой они там работают, потом эти деньги не работают, потом вы там что-то потеряли, вы же контролируете, да. И вы сами прекрасно понимаете, что если уже ты вложил эти 50 евро в эти курсы, но это не твое, ну тогда будь добр, отучись, возьми от них по максимуму, да, чтобы они в конце тебе стоили как вложение на 100 евро, плюс любые курсы, что бы ты ни проходил, ты можешь это монетизировать. Это как мы говорили про подростков. Ты можешь начинать работать в 14-15 лет где-то, листья убирать у соседа, да, а можешь ждать конца университета, там, когда тебе 22 года, и ты теряешь огромное количество, по сути, потерянных возможностей, да. И когда ты меняешь это мышление и понимаешь, что деньги – это вложение в меня, завтра я могу начать зарабатывать. Даже не обязательно на этой новой профессии, которую еще не освоил, да я в конце концов могу пойти, не знаю, там, соседу что, помочь квартиру убрать, стены покрасить, да. У нас есть руки-ноги. И для меня является очень показательной историей мальчика-инвалида. Я тоже нашла в Инстаграме потрясающую, он, по-моему, болезни то ли там парализованной, то ли еще что-то, и он собирал себе на коляску, он разрисовывал шелковые шарфы, и он посчитал, что ему надо расписать, там, по-моему, 3000 шарфов, и он их продавал через Инстаграм. То есть ребенок-инвалид, да, в коляске сам себе зарабатывает деньги, и прекрасные шарфы, очень красивые там, и звезды все его, как бы, рекламировали, и покупали, да, они там стоили там никаких больших денег. Понимаете, и вот когда мне рассказывают, что вот по сравнению с этим мальчиком, да, который нашел выход, как заработать себе на коляску, взрослые люди с руками, с ногами, с головой сидят, рассказывают о том, что а что же мне в этой жизни там, или ждут чего-то, да, то, соответственно, я вот всегда все в сравнении все-таки. Это вот как-то так, и поэтому это настраивает на действие, потому что если мы что-то делаем, мы получаем результат. Если мы ничего не делаем, мы не получаем результат. И сидеть, смотреть на неоплаченные счета – это, конечно, позиция, но можно встать и что-то делать. Ну вот здесь мы упираемся тоже в такую проблему, то, что Лев Гумилев называл пассионарии, то есть люди вот действительно, которые, ну, опять-таки, очень, грубо говоря, шило в одном месте, вот они не могут сидеть на месте, они обязательно, я называю таких людей человек-вектор, у которого вот есть вот направление, которое вот идет туда, и, ну, люди с инициативой, там можно придумать массу всяких синонимов, и есть люди все-таки, наверное, в большинстве своем, люди, которые скорее лишены вот этой инициативы, то есть они, да, они готовы что-то делать, но они ждут, как, опять-таки, вот говорят, волшебный пинок там, или что-то такое вот, что их может вот сдвинуть с места. Иногда, кстати, это бывает какая-то болезнь или какое-то испытание, которое их мобилизует, и вдруг вот они ощущают вот этот какой-то потенциал. Вот, знаете, вот прямо сняли с языка, потому что вот этот вот поиск позитива я тоже нашла в одном источнике очень интересно, что иногда как раз-таки очень негативная ситуация, или, как вы тоже сказали, болезнь является тем триггером, чтобы запустить другие процессы в организме. И для меня, как для коуча, да, в принципе, эта ситуация достаточно простая. Если человек ничего не делает, ничего не меняет, значит, не все так плохо. Да, и когда мне тоже говорят, вот я дал там твой телефон коллеге, другу, знакомому, он обязательно позвонит, и месяц там нету звонка, еще что-то, я говорю, слушайте, значит, не так плохо. Я говорю, человек, вот когда он поймет, уже дойдет до точки, да, когда надо что-то делать. И мы найдем все возможности и способности, и это так же, как покушать. То есть мы знаем, что мы хотим кушать. Ну вот покажите мне человека, который будет сидеть неделю без еды, потому что он вот немножко пассивный, он найдет себе еду. Да, хоть к соседу сходят, попросят, у нас тут же включаются все вот эти вот инстинкты. И то, что мы обесцениваем в себе эти силы, мы обесцениваем эти инстинкты, мы считаем, что мы никто, ничто, мы ничего не можем, мы вот не такой, да, обжиг, как мой сосед, да, который крутится, а я же другой, у меня характер другой. Ну вот зачем? То есть эти же опять установки, которые мы сами себе рассказываем, что мы другие, потому что так проще. Да, и мы вот говорили про подростков, и к взрослым относится то же самое. Мы все будем искать путь попроще, да, для того, чтобы, там, вместо того, чтобы прочитать книгу, там, не знаю, на 800 страниц, мы сейчас найдем в гугле ее краткое содержание, правда же? То есть это же проще, да, и, соответственно, мы лишим мозг определенной работы, потому что, прочитав книжку, вытащив из нее, там, самое нужное, важное, это огромная работа, это время, еще что-то, энергия. А зачем? Когда можно прочитать краткое содержание? И это выбор каждого человека, да, мы идем за кратким содержанием, да, или мы хотим какое-то качественное проживание этой жизни. И тут, опять-таки, вопрос к каждому человеку, да, то есть насколько его устраивает то, где он есть сейчас, устраивает, где он живет, да, квартира, машина, вот этот вот уровень жизни. Если все хорошо у человека, не надо его трогать, не надо его мучить и не надо ему давать каких-то там пинков и тащить куда-то, да, за собой там светлое будущее. Раз хорошо и хорошо, а когда станет плохо, он начнет двигаться. Ольга Троицына, коуч, сегодня с нами на прямой связи, 67212-93-9, 67213-93-9, можно писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, еще есть у нас, ну вот буквально там минут 10. И не является ли вот ситуация действительно вот с коронавирусом и вот этот общий какой-то кризис вот тем самым тоже пинком, ну, то есть вот испытанием, которое нас заставляет, может быть, я уж не знаю, какие-то высшие силы природа заставляет, ну, выйти на какой-то новый уровень? Ну, мы обречены на него выйти, да, то есть кто-то в него заскочит, кто-то зайдет, кто-то вползет, кого-то втащат в этот новый уровень, да, то есть мы в любом случае там будем. И кризис – это шикарный показатель эластичности нашего мышления, то есть насколько быстро мы адаптируемся. Мне в данном случае, вот мы говорили про книги, да, я сейчас вот дослушиваю, вот я половину прочитала, книгу «Сапиенс», да, это же вот история вот от самого начала до… Ну, у израильского писателя, историка Югали Хараби, да. Да, и вы знаете, когда ты вот прослушал в течение, там, по-моему, там 17 часов аудиокнига, да, или вот такая вот, прослушал всю историю от «Сапиенса», от того, как мы вышли из обезьян, да, как зарождался капитализм, ну, там все-все-все, просто все в одной книге, ты немножко по-другому начинаешь смотреть на окружающее, да, и у него там потрясающие эти фразы про то, что раньше у королей было вещей, ну, условно, меньше, чем сейчас у нас, у простого обывателя, да, и все познается в сравнении. И вот я всем рекомендую, давайте почитаем историю, если мы считаем, что то, с чем мы сейчас столкнулись, это прямо катастрофа и кошмар, вот я совсем не уверена. Я думаю, что на фоне через там много лет, может быть, кто-то этот коронакризис и не вспомнит, да, потому что с ними, в принципе, достаточно удачно справляются, да, есть какая-то смертность, но если мы посмотрим там исторически от других болезней, да, от войн и так далее, людей там умирало гораздо позже. И вот для меня является очень важной такой опорой, вот элементарная история, да, когда ты можешь посмотреть, как было, как будет, тогда это немножко тоже расширяет твое сознание, горизонт мышления, и ты начинаешь понимать, а что будет дальше, а переход будет обязательно. Ну вот мы, кстати, когда говорим про мышление людей, в другой программе «Добро пожаловаться» мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди, очень многие люди, они абсолютно убеждены, что государство им должно. Но вот такая психология о том, что о них должно позаботиться государство, и в том числе, ну, они не могут понять, что выкупив квартиру, ну, купив свою жилплощадь, они являются собственниками, и они несут за эту собственность, то есть ответственность, что прохудилась крыша, залила подвал, что-то случилось, они должны заплатить за это, но у них не укладывается в голове, они почему-то считают, что по-прежнему должно государство все выполнять. Они возмущаются и говорят, а почему, в конце концов, вот нам это не делают, и приходится каждый раз вот в этой программе объяснять, что, извините, но это ваши проблемы, это ваша собственность, это ваша жизнь. Вот здесь нет ли, ну, я не знаю, наследие прошлого ли вот того советского, которое приучало, что ты винтик государственной машины, и от тебя ничего не зависит, или это универсальная вот такая, скажем, ахиллесова пита людей, ну, отчасти людей, которые сознательно не хотят брать на себя вот ответственность за свою судьбу, свою жизнь, не говоря уже там о жизни своей семьи? Ну, безусловно, то есть исторически это очень важно, но опять-таки это говорит о эластичности мышления, да, что люди не могут перестроиться или не хотят перестраиваться с ходом, с течением истории, политики и так далее, и подстраиваться под сегодняшние реалии. Они пытаются до сих пор вернуться в прошлое и как бы непонятно как в сегодняшний день сделать таким, как раньше, да, чтобы сегодня было как раньше, но это не так. Например, там наше поколение, мы уже ничего не ждем от государства, правильно? Наши дети вообще, наверное, не будут знать, что такое пенсия. И вот вопрос, вот эта вот протяжка через поколение. Если ко мне приходит клиент, и объективно мы видим, что он чем-то недоволен, но он на эти вещи повлиять не может, тогда вопрос, то есть вот это вот возмущение, что вам это дает? Ну, хорошо, пар вы спустили, да, то есть вся, как это, весь пар ушел в гудок, да, то есть ничего не произошло. Вы с утра до вечера возмущаетесь, вы тратите на эту энергию. У вас дом отремонтировался за счет этого? Нет. У вас перестало капать на голову? Нет. Ну, вы можете и дальше продолжать ходить, возмущаться, но уже видите, что это не приводит к никакому результату. А вы хотите результат или не хотите? Потому что очень же многие про поговорить, да, это тоже надо понимать, а не просто им надо с кем-то эту беду обсудить. И вот они с одним обсудили, со вторым обсудили. Это не про делать, это про поговорить, да. А когда ты человеку спрашиваешь, а что вы лично готовы сделать, чтобы у вас в доме было? Ничего, я лично готов ждать. Все, опять-таки, это позиция и вопрос, сколько этот дом будет стоять, если каждый в этом доме будет сидеть в своей квартире и ждать. Да, ну, вы просто не оставите в наследстве ничего. Алло, у нас есть звонок. Добрый день, да. Ну, неправильно вы немножко рассуждаете. Нет такого, как вы думаете. Давно уже люди не живут с Советским Союзом, и люди сталкиваются с этой проблемой, что государство, собственно говоря, берет деньги, берет налоги, а тратить их непонятно, нет прозрачности. И вы все время как бы ездите, что люди, люди, люди ждут. Ничего люди не ждут, не обвиняйте людей. Я лично от государства никогда ничего не имел, сам все зарабатывал. Не думайте, что люди настолько глупые и ждут все время от людей. И ведете какую-то непонятную пропаганду. Ну, вот, да, такое возмущенное мнение. Но хотя мне кажется, что здесь не совсем прав наш слушатель, что речь-то идет скорее о психологии. Мы не говорим о том, что совсем государство не должно ничего делать. Мы говорим вот скорее о том, что человек, наверное, должен четко понимать, что ему нельзя сидеть, сложа руки. Вот это вот какое-то... Государство, да, должно заботиться о людях, и оно заботится, но там, я не знаю, о бездомных, о людях, потерявших работу, они получают там пособие по безработице. Но опять-таки нельзя, наверное, чтобы это пособие по безработице платили до скончания века, потому что тогда у человека не будет стимула искать работу. С чем, кстати, сталкивается сейчас Европа. Но вот помогая, скажем, вот мигрантам, которые приезжают в Европу, эта помощь становится, ну, как будто бы такой благотворительностью, которая развращает людей, если уже говорят, что и в Америке выросло уже там на третье поколение людей, которые привыкли жить только на социальные пособия. Ну, сколько людей, столько мнений. Тут очень сложно, да. Я, поскольку работаю индивидуально, я считаю, что каждый из нас решает для себя сам и ищет ответы на свои вопросы тоже сам. Там, где ему больше нравится, наверное, искать эти вопросы. То есть если человеку нравится позвонить, ну, например, на радио и пожаловаться, да, это же его выбор. А другой человек найдет, например, юриста, поднимет какие-то документы и убедится, что на самом ли деле невозможно получить финансирование на ремонт этого дома. А возможно, есть какие-то еврофонды, возможно, есть какие-то компании и начнет заниматься этим вопросом и тратит свою энергию немножко в другом направлении. Но это выбор каждого, да. Будут такие люди, которые ничего не ждут. Это классно. То есть они абсолютно смотрят правде в глаза, скажем так, да, четко видят ситуацию. Кто-то живет и очень хочет верить в то, что ему помогут. Это тоже его мир, и он не позволит этот мир разрушить, да, потому что он охраняет свое, как бы, личное это пространство. И мы, то, что мы говорим про позитив, это же выбор каждого из нас, как мы видим каждую из ситуаций. Мы видим ее как проблему, как кризис, как то, что нас убьет, и не факт, что сделает сильнее, да, либо мы это видим как возможность. И если посмотреть, там, мышление философии, например, богатых, очень богатых и успешных людей, они в каждой такой ситуации задают вопрос, о, а это интересно, как я могу это использовать? Как я могу это монетизировать? Какую выгоду для себя я могу из этого получить? И они получают выгоду, 90% людей их ненавидят, да, за то, что они на всем зарабатывают, но они просто ставят совершенно другие вопросы, да, и никто не мешает нам точно так же, там, обучение детей, да, на дому. На самом деле, конечно, катастрофа, мы тоже это учили, и там позитива в этом мало. Но я задала себе вопрос, что я могу сделать? Теперь я знаю программу седьмого класса полностью, вот, знаю все учебники, я достала учебники все на русском языке, поскольку мы перешли там на латышские учебники, на латышском языке, я достала всю мукулату, вот, чуть ли не от родителей, потому что тогда учебники были классные. И помимо школьной программы у меня ребенок книжку читает еще на русском языке, как бы то же самое повторяет эту программу, да. Там по литературе, по русскому языку у меня большие вопросы, да, то есть как даже мне это может понадобиться, информация, которую в них вкладывают, потому что есть куча всяких интересных книг, которые можно прочитать, проанализировать, но когда там в седьмом классе дают читать «Житие святых», что-то такое, да, и сочинение на тему «Кто такие святые» ребенку в седьмом классе, который только что из ТикТока вылез, да, ну вот тоже вопрос, да, то есть это говорит о том, что система образования и не собирается пока адаптироваться к современным нуждам, да, но вопрос тогда, что я с ребенком быстренько напишу про этих святых, но я ему дам хотя бы прослушать аудиокнигу, поскольку читать, и он там параллельно будет играть и слушать аудиокнигу, то есть я пытаюсь эту систему адаптировать, чтобы он и в школе как бы успевал, ну, естественно, да, там получал хорошие оценки и радовал родителей, и чтобы он получал какие-то дополнительные знания в комфортном для него уже режиме, но это задача моя как родителя, а я могу сидеть и ждать от учителей, что они все должны, да, ну, как бы должны научить моего ребенка в этих сложных историях, и какой кошмар у меня ребенок получает плохие оценки, ну, зачем, когда вот можно фокус немножко сменить, да, и объединить две системы. Ну, вот, может быть, уже подводя, у нас буквально две минуточки осталось, подводя итоги, что мы можем сказать слушателям, которые сейчас могут находиться, ну, в таком пессимистическом настроении в начале года, потому что прошла эйфория вот Рождества, Нового года, там, новогодних праздников, еще впереди православное Рождество, с которым всех поздравляем с наступающими праздниками, но, тем не менее, вот, как поддержать себя, куда направить энергию, вот, может быть, для тех, кто подключился буквально пару минут назад? Ну, модно было подводить итоги прошлого года и составлять планы этого года. Я этого не сделала, но я поняла, что лучшее, что я могу сделать для себя, это распланировать то количество книг, которые я хочу прочитать в этом году, то количество курсов или новых знаний, которых я хочу получить, да, и плюс поменять какие-то привычки, которые у меня были, но я хочу, чтобы они стали более, ну, не знаю, может быть, эффективны, да, и то, что я могу пожелать людям абсолютно то же самое. Если вы хотите изменений завтра, поменяйте чуть-чуть что-то сегодня. Пусть это будет какая-то маленькая ситуация, ваш взгляд на эту ситуацию, да, пусть это будет, не знаю, какая-то история, сделайте, особенно если про позитив, да сделайте что-то хорошее для кого-то, если у вас все, ну, вот плохо и грустно, говорят же, ты сделаешь добро другому, и тебе вернется хотя бы позитивная обратная связь, и через это ты можешь уже заряжаться, да, не нужно долгоиграющих планов, не нужно что-то ждать, работайте над собой, заполняйте себя, получайте новые знания в тех областях, которые вам нравятся, будь это микрохирургия, биология или еще что-то, да, то есть получайте то, что вам нравится, и поглощайте тот контент, который вас заряжает и который вас когда-то приведет маленькими шажочками, не делайте никаких глобальных планов, маленькими шажочками, маленькие изменения каждый день, приведут к большим изменениям через год. Спасибо огромное, Ольга Троицына, коуч была с нами на прямой связи, удачного, счастливого Нового года хочется пожелать, что он принес много действительно позитивных, прекрасных перемен, хороших каких-то событий, и надеемся до новых встреч в эфире. Спасибо, до свидания. До свидания, спасибо огромное.